Всем привет, с вами как всегда Бэринг и пожалуйста 100 рублей этому молодому человеку. Ну и если ты тоже хочешь оказаться на месте этого молодого человека, хотя возможно он уже и не молодой, быть может меня смотрит какой-то дед, лайкает, комментирует. Короче, да, тебе просто нужно оставить любой комментарий, поставить лайк этому видеоролику и просто ждать. Ну а пока ждешь, можешь заходить на Аризону, при регистрации указывать мой никнейм и при достижении третьего уровня получать 150 тысяч игровой валюты. И также с шестого уровня можешь использовать промокод хэштег Бэринг, получать еще всякие разные плюшки. И в общем-то, давайте я уже перейду ближе к теме этого видеоролика. По названию вы уже наверняка поняли, что речь сегодня пойдет о каких-то самповских системах. И, собственно, я хотел бы рассказать о пятерке таких обновлений, которые после своего появления задали, скажем так, своеобразный тренд. И дальше похожие системы начали появляться и на других серверах. Так что давайте, не буду медлить и сразу же к делу. Первая система является наиболее лайтовой. Здесь нет прям какого-то сверхсложного функционала, маппинга или чего-то подобного. Это просто система промокодов. И первым это все дело появилось на проекте под названием СамПРОЛПЛЕЙ. Пару лет назад, когда его рекламировал Хованский. Да вы че, ебанулись что ли? Принцип действия у всего этого максимально прост. И думаю, большинству он знаком, потому что в действующее время эти самые промокоды есть практически везде. На СамПРП принцип работы таков, что при регистрации вы просто вводите необходимый промокод и при достижении определенного уровня получаете денежный бонус. После СамПРП системы промокодов попутно с рекламными кампаниями начали появляться и на других проектах. Если я не ошибаюсь, то одним из самых первых проектов после СамПРП, который начал эти промокоды использовать, это был Грант. А потом постепенно это все начало появляться на Аризоне, Адвансе, Даймонде. Да и в принципе сейчас, мне кажется, будет довольно трудно найти проект, у которого есть хотя бы пару сотен онлайна и нет системы промокодов. Потому что это идет как и дополнительный стимул игры для игроков. И в то же время возможность для руководства проекта более четко отслеживать эффективность рекламы. И наверное, самая интересная реализация всего этого дела сейчас есть на проекте под названием Даймонд Роллплей. Кто не знает, то там за вот промокода игрок денежный бонус не получает. Взамен на это ему дается на несколько дней всякие бусты в плане зарплат, опыта и тому подобных моментов. И самое, наверное, интересное, это то, что эти промокоды может создавать кто угодно. То есть я могу просто зайти, создать аккаунт и создать, соответственно, промокод. И самый еще, наверное, такой правильно сделанный момент, это проценты с донейшена. То есть если кто-то заявзал условно мой промокод на Даймонде, загинул тысячу рублей, то я просто из воздуха получаю себе сотку. Ну и кстати, если ты тоже хочешь получить сотку, но регистрироваться на Даймонде желания особого нет, то ты все еще можешь оставить любой комментарий под видеороликом. Think about it, man. И хоть я буквально только что закончил говорить о Даймонде, но вторая система, которая тоже начала задавать своеобразный тренд в самбовской сфере, опять же связана с Даймондом. И это система под названием Performance Tuning, которая была выпущена еще аж в 15-м году. Принцип работы, я думаю, тоже всем известен. Если говорить максимально коротко, то у вас просто появляется возможность довольно ощутимо улучшить характеристики вашего железного коня. После Даймонда, самый, наверное, известный последователь этой системы, это Твин Турбо на Аризоне, с его бесконечно летающими вортексами, которые в определенное время захайпились на Ютубе. Но подобные системы есть не только на Аризоне и Даймонде, своеобразная адаптация всего этого есть на Радмире, на том же Май Хоуме можно улучшить характеристики вашего транспорта. И в общем-то, хоть и в первое время после Даймонда, никто подобные системы не вводил, но в последнее время всяких аналогов Performance Tuning появляется все больше и больше, и в этом явно ничего плохого нет, потому что после улучшения вашего автомобиля появляются какие-то новые ощущения от езды, и в общем, это круто. Третья система, которую тоже начали использовать некоторые проекты после ее выпуска, это Новый остров на Аризоне. И как бы да, это не особо на самом деле система, а скорее просто большая кучка маппинга, которая сделана реально довольно качественно. На Аризоне это все появилось прошлым летом, и буквально только вот недавно аналогичные обновления с новыми островами выпустили на Даймонде и на Ревент Ролл Плей. Здесь, по сути, рассказывать особо много не придется, просто тотальная работа со стороны мапперов, и в принципе, на каждом из трех проектов визуально эти новые острова воспринимаются нормально. На Аризоне и на Даймонде они просто идут как дополнение к обычному штату, а на Ревенте это какой-то заброшенный остров, на котором можно просто охотиться. То есть там пока что какого-то обширного функционала нет, но вроде как по словам разработчиков, в будущем они будут выпускать немало обновлений, связанных с этим островом. Сама по себе концепция подобного глобального маппинга меня лично радует, но все же на всех проектах так или иначе присутствует тот момент, что все основные три города, то есть Лос-Сантос, Сан-Фьерро, Лос-Вентурас, они более активны, чем как раз-таки добавленные острова. И с моей точки зрения это пока что одна такая более-менее весомая проблема, но все же я думаю, что в дальнейшем разработчики как-то больше интегрируют взаимодействие с этими островами, и там играть уже будет более-менее интересно. Четвертая система, которая тоже в некой мере стала трендовой, это добавление рулеток и своеобразных кейсов, которая тоже появилась впервые на Даймонде. То есть до определенного момента были всякие сайты с открыванием кейсов по Доте, по КСГО, но внезапно подобное появилось и в Сампе. И я просто помню огромную кучу всяких видеороликов, где там кому-то выпадала яхта, кто-то закидывал туда огромные суммы, и в общем-то в момент выхода это обновление срубило просто кучу хайпа, и впоследствии после Даймонда подобные рулетки начали появляться на Эвольве, на Аризоне, на Адвансе, то есть по сути на всех крупных проектах. И для разработчиков я более чем уверен, что это немалая часть дохода. Но понятное дело, что в то же время для игроков это куча азарта, эмоций, все в таком духе, и поэтому выход рулетки на Даймонде, я все же думаю, можно считать таким знаковым моментом. Ну и последняя система, о которой в этом ролике пойдет речь, которая тоже в свое время была нехилым новшеством, это система инвентаря на текстдравах, которая впервые появилась очень давно на проекте под названием Ragnet Roleplay в далеком 2011 году. И скорее у большинства новой аудитории Сампа, если они вообще слышали о Ragnet, сразу же происходит ассоциация с каким-то постоянно переоткрывающимся сервером, который не подает особых надежд, но в 2011 году ситуация была кардинально другой. Тогда система этого текстдравного инвентаря была просто какой-то самбовской революцией, и честно говоря, мне не особо понятно, почему некоторые крупные проекты в наше время подобную систему не реализуют. То есть система текстдравного инвентаря есть на Trinity, на Radmir, Revent, на том же MyHome, который сейчас на слуху, но почему-то на всяких Аризонах, Адвансах, Даймондах эту систему реализовывать не собираются. И лично для меня это немного плачевно, потому что, ну, лично я в этом вижу только одни положительные моменты. Но, видимо, где-то я всё же немного ошибаюсь. В любом случае, тот самый инвентарь на Ragnet показал возможности текстдравов в Sampi, и в наше время, даже если на крупных проектах и нет системы инвентаря, то, так или иначе, какое-то использование текстдравов 100% присутствует. Собственно, такая вот пятёрка систем получилась. Как обычно, конец затягивать не буду. Просто спасибо за просмотр и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова